Представители четвертой орловской власти уже не первый раз в такой форуме беседовали с губернатором. Час за чашкой чая. Впрочем, как говорят сами журналисты, главное не форум, а содержание. Утолить свой информационный голод, если таковой, конечно, у кого-то был. Представители четырех телекомпаний смогли сполна. Темы любые, запретов нет. Расспрашивать главу региона можно было, о чем угодно. Первая тема международного масштаба. Достаточно серьезные планы по взаимодействию между Орловской областью и Белоруссией, прежде всего в вопросах сельского хозяйства. И планируется на следующей неделе приезд серьезной делегации для того, чтобы те проекты, те разговоры, которые у нас там состоялись, перешли от слова к делу. Потому что я убежден, что с Белоруссией мы подписали не какие-то рамочные соглашения и визит вежливости. В топе ключевых тем, как всегда, юбилейные объекты. Театр Тургенев будет принят в эксплуатацию. Будет принят в эксплуатацию либо в апреле, либо в начале мая месяца. Но будет качественный театр Тургенев после ремонта, как и театр свободное пространство. Там все сделано. Вот у кого-то есть желание, чтобы этого не произошло. Я вам еще раз говорю, все объекты будут сданы без исключения. Станция безжелезная уже работает. Пусконаладка прошла успешно. Более того, анализы показали, что концентрация железа не 0,3%, а 0,1%. Лучше, чем мы ожидали. Поэтому давайте вечно называть своими именами. Если где-то есть недоделок, недоработки, то все подрядные организации несут некоторые гарантийные обязательства. Эти гарантийные обязательства очень высокие и большие. До пяти лет. Они их выполнят. Компания ВСУ-321 сегодня достроила два медицинских учреждения. Они сдаются в эксплуатацию. Скажу вам честно, почему не сдаются? У меня физически нет времени для этого. Большой интерес у журналистов также вызывает особая экономическая зона. Я убежден, что мы в желаемые для нас сроки получим по сравнению правительства о том, что особая экономическая зона начала в Орловской области работать. Сразу резиденты начнут заходить. Тут же начнут заходить. Потому что вся инфраструктура, необходимая для их размещения, уже сформирована, сделана. То есть вот, ну, заходите, подключайтесь. То есть следующий уровень это уже... Следующий уровень, да, уже стройка. Уже начинается стройка предприятий. Это, ну, понимаете, да, семьи, это сразу рабочие места и так далее, и так далее. В ходе разговора журналистам было, что взять на карандаш. На стадии решения, причем положительного ряд проблем. Я вижу в том, что нам необходимо срочно закладывать в бюджет строительство как минимум 50 фапов. Мы это будем закладывать на 17-18 годы. Может быть, какую-то часть на 19-й год. Но до 19-го года, до 1-го 19-го года порядка 50 фапов мы в Орловской области построим. Мы остро в этом нуждаемся. Остро в этом нуждаемся. Поэтому здесь тоже Скворцова нас поддержала. Более того, я планирую, что на следующей неделе приедет ее заместитель Яковлева Татьяна Владимировна, который будет здесь с определенной комиссией, со специалистами Министерства здравоохранения. Мы будем конкретно уже принимать категоричные решения по многофункциональному медицинскому центру. О дорогах тоже поговорили. Беспрецедентные средства, выделенные на ремонтную кампанию 2016 года. Что касается мостов, нам их срочно можно делать. По мостам этим ездить можно уже объективно только на мощных джипах. На гусеничном ходу техника должна быть. Поэтому мосты это прежде всего. И другая система будет укладки асфальта. Не тот асфальт, не литой асфальт, который на сегодня применялся. Поэтому он и разваливается. Там должен быть асфальт с применением резины. Чтобы он был пластичным. На мост встаньте, постойте, посмотрите, какая вибрация. И если литым асфальт, то это все выбивает. Такой, знаете, в резонанс все входит и вылетает. Это как угодно бы не укладывали. Там просто до этого применялись неправильные технологии. Этот асфальт дороже, но он хоть и будет, извините меня, годами работать. Потомский еще раз дал понять он законструктивную критику, которую учитывает в своей работе. Все время кто-то пытается на чем-то пропиариться. Вот есть несколько любителей посетить в компьютере, их там порядка трехсот. Я их хочу пригласить в апреле месяце провести субботник. Я возьму лопату и веник, и они. И подметем там, где эта брусчатка. И улицу Ленина. Мы можем выбрать любую другую. Я буду с ними. Чтобы на какое-то время оторвать их от компьютера, чтобы заняться хоть когда-то своим делом. Прямым. В том числе наводили порядок в своем любимом городе, в котором они так сильно любят. Перестали его ахаивать в интернете. На вопрос, какая в судьбе региона полоса сегодня, губернатор ответил твердо белая. А эту часть пресс-конференции, пожалуй, запомнят все. В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь. Другой – травы зеленый вязь. Весну и небо голубое. В одно окно смотрели двое. Понимаете? Вот взгляд должен быть другой. Любовь должна быть другая. И плитка будет на месте. И паводок не стесет. И крышу мы залатаем. И трупы у нас будут лучше. Вот что надо сделать. И это в наших с вами силах. Только в наших.